Когда сердце ваше затеплится теплотою Божию, с того времени начнется, собственно, внутренняя ваша переделка. Огонек тот все в вас пережжет и переплавит, иначе, сказать, все одухотворять начнет, пока совсем одухотворит. Пока не придет тот огонек, одухотворения не будет, как ни напрягаетесь на духовное. Стало быть, теперь все дело достать огонька, и извольте на сие направить весь труд. Но сие ведайте, что огонек не покажется, пока страсти в силе, хоть им и не поблажают. Страсти тоже, что сырость в дровах. Сырые дрова не горят. Надо со стороны принесть сухих дровишек и зажечь. Они, горя, начнут просушивать сырость и по мере просушивания зажигать сырые дрова. Так понемногу огонь гоня сырость и распространяясь, обымет пламенем и все дрова положенные. Дрова наши — суть все силы души нашей и все отправления тела. Все они пока внимает человек себе, пропитаны сыростью, страстями. И пока страсти не изгнаны, упорно противятся огню духовному. Помните, изображая вам, что есть в нас, я писал, что есть в нас какая-то беспорядочная, бурливая область, в коей беспорядочно метутся мысли, желания и чувства, как прах возметается страстями. Я помещаю сию область между душою и телом, означая тем, что страсти к естеству не принадлежат, а пришлая суть. Но они не остаются тут в промежутках, а проходят и в душу, и в тело, забирают и самый дух, сознание и свободу в свою власть, и таким образом господствуют над всем человеком. Как они в стачке с бесами, то через них бесы господствуют над человеком, мечтающим, однако же, что он сам себе господин. Вырывается из ус сих прежде всего дух, благодать Божия исторгает. Вырывается из сих ус прежде всего дух, благодать Божия исторгает. Дух, преисполняясь под действием благодати страхом Божиим, разрывает всякую связь со страстями и, раскаившись прошедшим, полагает твердое намерение угождать прочее единому Богу и для Него единого жить, ходя в заповедях Его. Стоя в этой решимости, дух с помощью благодати Божией изгоняет потом страсти из души и тела и все в себе одухотворяет. Вот и в вас дух исторгся из державших его ус. Сознанием и произволением вы стоите на стороне Божией. Богу хотите принадлежать и Ему единому угождать. Это точка опоры для вашей деятельности в духе, но тогда, как дух ваш восстановлен в своих правах, душа и тело остаются еще под действием страстей и терпят от них насилие. Вам остается теперь вооружиться против страстей и побить их, изгнать их из души и тела. Борьба со страстями неизбежна. Они не уступят сами собой своих владений, хотя незаконных. Перед этим я все толковал вам о памяти Божией, о пребывании с Богом и хождении перед Ним. И вы подивились, что все об одном толкую. Память Божия — жизнь духа. Она и ревность к богоугождению поджигает, и вашу решимость быть Божией делает непоколебимую. Все повторю опять точка опоры для жизни в духе и прибавлю базе стратегических операций ваших против страстей. Спросите, да как же это так? Когда я вниманием и желанием своим обратилась к Богу, какое место тут страстям? Ну что спрашивать-то? Посмотрите, ведь они есть еще у вас. Недавно вы писали, что крепко рассерчали. Не страсть это? Но она одна не бывает, тут есть и гордость, и своя воля, и призорство. А при тем поминали, что отказали в чем-то просящему. Это что? Не скупость? Еще. Вы поминали, что какого-то лица терпеть не можете. Это не страсть? А что спать любите, это не страсть телолюбия. И это все еще мимоходом открылось. Опоройтесь себе получше. Чего, чего там не найдете? Так нечего спрашивать. Знаете, наверное, что страсти в вас, и что их надо изгнать, потому что их пребывание незаконно и вредно, так как они мешают дальнейшему преуспеянию в духовной жизни. И вооружитесь против них. Не робейте. Делай это очень просто. Два-три приема, и все тут. Но об этом до другого раза. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok